Здравствуйте! Вы смотрите Первый городской. В эфире главные новости города время Кривбаса. Чем запомнился этот день? О самых важных событиях расскажем прямо сейчас. В студии работает Наталья Булдинская. Поговорим о таком. Изменили Конституцию. Судьям повысят зарплату, заставят пройти переаттестацию и лишат неприкосновенности. Я добровольно погодился по сбутися целой низки своих повноважений по судам сразу или против перехитного периода. Погиб рабочий на Арселор Миттл с 7-тонной деталью. Насмерть раздавило слесаря. Выконывались работы по перемещению деталей до экскаватора ЭКГ-8. В Кремроге открыли еще один асфальтный завод. Экологические показатели улучшились в разы и производительность почти в два раза выросла. Подробности прямо сейчас. Судьям повысят зарплату, заставят пройти переаттестацию и лишат неприкосновенности. В парламенте проголосовали реформу судебной системы. Теперь служители Фемиды могут привлечь к ответственности за совершение преступления и дисциплинарного проступка. Зарплату судьям повысят до 90 тысяч гривен только после прохождения переаттестации. Авторы закона уверены, что эта реформа поможет очистить судейский корпус от коррупционеров. Одно из революционных новшеств – снижение влияния политиков на судопроизводство. Теперь вопросом назначения, наказания и увольнения судей займется Высший Совет Правосудия. За президентом останется только функция подписания указа об утверждении на должности претендентов. Я добровольно согласился избавиться целой низки своих повноважений по судам сразу или против перехватного периода. И в результате и чинный президент, и следующие, кто прийдет на эту посаду после меня, матимут вынятково церемониальную роль на этапе призначения суддей. И наголошу, что это соответствует старым европейским практикам и рекомендациям международных институций. Также, согласно реформе, в стране ликвидируют высшие суды по вопросам гражданских и уголовных дел – хозяйственный и административный. Их полномочия вернут Верховному суду Украины, за которым будет право конечной касации. Кроме того, появится высший суд по вопросам интеллектуальной собственности и высший антикоррупционный суд. Последний возьмет на себя дела Национального антикоррупционного бюро. Все без исключения судьи должны будут сдать экзамены, предоставить декларации о своих и доходах семьи. Носить мантию смогут и юристы, которые не имеют опыта работы с судьями. Доступ не просто на уровень районных судов, а на уровень Верховного суда, которым будут возвращены полномочия. Смогут зайти профессионалы, имеющие опыт юридической работы, имеющие, что немаловажно, юридическое образование, но не имеющие стаж работы именно с судьями. То есть адвокат, либо ученый-правовед, который зачастую может быть адвокатом, проработавший 10 лет, сможет принимать участие в конкурсе на определенную должность, достаточно высокопоставленную, претендовать на то, чтобы стать судьей этого суда, не являясь судьей в прошлом, что по нынешнему законодательству невозможно. И мы понимаем, что если человек работает в системе более 5 лет, 10, 15, 20, говорить о том, что он ни от кого не зависит, что его карьерный путь ни от кого не был зависим, ну, как минимум, странно и неправдоподобно. На Арселор Миттл Кривый Рог с семитонной деталью насмерть раздавило слесаря. Несчастный случай произошел около пяти часов вечера 2 июня на территории Рудоуправления Горного департамента. По информации Первого городского, двое рабочих перевозили огромную деталь. Шестеренку от экскаватора весом почти 7 тонн. Тележка, которая двигалась по колее, по непонятным причинам начала заваливаться набок. Шестеренка выпала и придавила одного из рабочих. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Его буквально раздавило. Погибшему было 53 года. Материалы внесены в единый реестр досудебных расследований по статье «Нарушение правил безопасности на производстве», которое привело к гибели людей. Изучением подробностей трагедии займется Криворожская местная прокуратура номер один. Выконывались работы по перемещению деталей до экскаватора ЭКГ-8. Подчас перемещения вказанной детали деталь порушила свое размещение и впала на работника. В результате падения вказанной детали работник был травмованный, отримав травмы, несовместные с жизнью. Напомню, всего две недели назад на территории Арселор Миттл рабочим размозжило голову трубой. Редакция Первого городского приносит соболезнования родственникам погибших и всем, кто их знал. В Кривом Роге открыли еще один асфальтный завод. Как и предыдущий, он относится к компании Веста Шляхбуд. Несмотря на то, что предприятие по производству асфальта частное, городские чиновники уверены, благодаря новому заводу темпы ремонта дорог в Кривом Роге можно будет удвоить. В сутки на двух производствах будут изготавливать тысячу тонн асфальта. Увидела новый завод и наша Вероника Лавриненко. На том заводе, который уже работает, в сутки выпускается 500 тонн асфальта. В этом году его оснастили новым оборудованием, потому асфальт стал более прочным и выносливым к температурам. Новый отличается тем, что его производство будет еще быстрее. Технологическое оснащение позволит в сутки вырабатывать еще больше асфальтобетонной смеси. Заменили сушильный барабан, была произведена замена системы очистки на рукавные фильтры, то есть экологические показатели улучшились в разы и производительность почти в два раза выросла. За счет применения тензодатчиков, за счет применения модернизированных битума улучшилось гораздо качество асфальтобетона. Кроме того, поставили новые, более мощные двигатели. Контролируют процесс производства дистанционно, благодаря компьютерным технологиям. Для новой смеси используют щебень разного объема. Его дозируют благодаря компьютерным исчислениям. Применяется в данном ситуации пять типов щебня. Начиная от самой минимальной нулевой фракции, так называемой, до максимальной 15-20 миллиметров. Пять абсолютно разных фракций, что дает при уплотнении, дает более высокую плотность асфальта. В Кривом Роге всего за три месяца уже отремонтировали больше 110 дорог. Каждый день работы проводятся на пяти-семи объектах. Большую часть центральных улиц уже привели в порядок за этот и предыдущий год, рапортует городские власти. Потому сейчас основной акцент на внутриквартальных и придомовых проездах. На центральных улицах города заливают трещины новой смесью. Для этого используют европейское оборудование. Такой ремонт не останавливает движение на дорогах. Сначала трещины должны обработаться. Если вы видели, они вырезаются, чтобы эта битумная мастика зашла во все поры, которые там были. Потом выдувается оттуда полностью песок и то, что было. И потом под давлением затвоет туда мастика. Новый материал исключает доступ воды под асфальт через старые трещины. Битум выдерживает очень низкие температуры. Потому в зимнее время трещины не должны расходиться повторно. Таким образом латают дороги во многих европейских странах. По их опыту покрытие после ремонта не портится многие годы. Вероника Лавриненко, Евгений Жулай, Первый, городской. Не хотят разбираться. Депутат горсовета Людмила Бурман обвиняет своих коллег в том, что они не хотят заниматься историей с работницей детсада больной туберкулезом. Этот вопрос должны были рассмотреть на заседании постоянной комиссии по вопросам образования, науки, семьи и детей 2 июня. Большинство которых составляют ОПО-блоковцы. Но депутаты приняли решение отложить совещание до конца месяца, говорит Людмила Бурман. Хотя, по ее мнению, такие вопросы нельзя откладывать в долгий ящик. Питание лежит в площине не найти винного и покарать насправді. Это компетентные органы, которые этим занимаются, которые, я так понимаю, переданы в прокуратуру, соответственно, эта информация, эти материалы, и прокуратура этим питанием занимается. А мое завдание, как депутата міського района, члена постойной комиссии из освятия и науки, соответственно, если случается випадок у заклада, который находится в сфере компетенции нашей комиссии, и все-таки повернуть увагу громады и фахівців, сгуртувати, возможно, для пошуку шляхів развязания цієї проблемы. Напомню, в начале мая у работницы пищеблока, одного из детских садов Долгинцевского района, обнаружили открытую форму туберкулеза. Женщине стало плохо прямо на рабочем месте. Отравились грибами. 11 женщин и 3 ребенка оказались на больничных койках в Днепропетровской области из-за отравлений грибами. Зафиксирован и один смертельный случай. Пациентка поздно обратилась за помощью к медикам. Большинство пострадавших даже не знали, какие именно грибы ели, а некоторые отравились в гостях. При плохом самочувствии токсикологи советуют не заниматься самолечением, а сразу вызывать скорую. Напомню, в Криворожском районе съедобных грибов нет. Установили клумбы. Депутаты от «Солидарности» продолжают спасать фонтаны возле театра Шевченко. Несколько месяцев назад они уже оградили один декоративными урнами с цветами. А теперь перекрыли проезд и ко второму фонтану. Клумбы депутаты приобрели за свои деньги. И вместе с коммунальщиками они ухаживают за цветами и поливают их. В прошлый раз мы высадили возле этого фонтана клумбы. Моя дочка спросила, папа, а почему тот фонтан без клумбы остался? Ему же горит грустно, цветочки не растут. Я говорю, мы и этим займемся. И поэтому в этот раз мы сегодня приехали и установили уже возле того фонтана. Таким образом мы увидели наш результат. Возле этого фонтана теперь уже погнутых решеток нет, а возле того были. Я надеюсь, что с сегодняшнего дня и там они тоже останутся целыми и невредимыми. Напомню, в начале марта этого года после обращения депутатов на проспекте Почтовом бывшим Карлом Марксом повесили новые дорожные знаки. Движение запрещено и жилая зона. За их нарушения штрафовали таксиста, который чуть не сбил двоих маленьких детей. На самих фонтанах под весом машин погнулись решетки и отбилась гранитная плитка, потому их пришлось ремонтировать. Люди уже обратились к наших районных депутатов, к приниманию народного депутата с просмотром о помощи в решении. Проблема того, что автівки ездят по фонтанам, и тут есть пешеходная зона, что заважает детям и людям отдыхать. Наши коллеги уже установили 4 клумбы в квитре месяце. Это немного исправило ситуацию, но автівки продолжают ездить по другому фонтану, поэтому этого разу мы решили, а может так же для симметрии, установить еще 4 клумбы. Повесился в лесопосадки. Днем 31 мая в районе микрорайона Первый Восточный нашли тело мужчины, который повесился на дереве. Обнаружил труп случайный прохожий. Он вызвал полицию и скорую помощь. При самоубийце была предсмертная записка, в которой он указал, что любит жену и детей. В смерти никого не винит, и это его личный выбор. Виездом на место подии в лесосмузи было виявлено тяло людини, которое належало гражданину, местному жителю 77-го народжения, в положение висече на гилце дерева. При огляді інших тілесных ушкоджений виявлено не было. За данным фактом внесено відомость до единого реєстру досудових розслідуваний за частиною 1 статті 115 Криминального кодексу України з додатковою правовою кваліфікацією самогубство. Тіло чоловіка направлено на садово-медичну експертизу для встановлення причин смерти. Міняють двигатели. В Крюмрогі автолюбители все чаще заменяють двигатели своих машин. Причин, как правило, две. Люди выбирають менший объем, чтобы сэкономить на бензине, или наоборот, більший, чтобы ездить быстрее. Но переоформить транспортное средство удается не всем. Нужно проделать огромное количество бумажной работы. Многих наших граждан вводить в заблуждение то, что сейчас в регистрационных документах не указывается номер двигателя, и поэтому возникает ложное мнение о том, что этот двигатель можно свободно менять, устанавливать туда любой другой двигатель. Разрешено без согласования с регистрационными органами производить замену двигателя только в том случае, если данный двигатель полностью по своим параметрам соответствует тому старому двигателю, который был установлен на автомобиле. При замене первым делом нужно пройти диагностику. После заключения эксперта написать заявление на имя начальника МРЭО. Устанавливаем двигатель, получаем акт выполненных работ, снова проходим диагностику и меняем техпаспорт. Обратите внимание, если не провести эту процедуру, можно в лучшем случае получить штраф, а в худшем – попасть в аварию. В Кривом Роге поздравили журналистов с их профессиональным праздником. Местным Акулам Перам вручил грамоты сам мэр Вилку. Нагрудным знаком за заслуги перед городом наградили двоих сотрудников коммунальных СМИ – заместителя главреда червоного герныка Владимира Скиданова и замдиректора Руданы Александра Темчура. Отметили и работников телевидения «Криворожье» и газеты «Пульс». На светском приеме журналистов угощали сладостями и развлекали выступлениями творческих коллективов. Конечно, мы вместе решаем очень много вопросов. И вы являетесь таким рупором и власти, и народа, и рассматриваете с многих сторон всю жизнь. Отмечу в рейтинге «Свободы СМИ», которые ежегодно опубликуют организации «Репортеры без границ». Украина занимает 107-ю позицию из 180-ти и расположилась между Черногорией и Гвинеей. Опережают нашу страну не только страны Евросоюза, но и африканские – Уганда, Сиролеоне и Кот-де-Вуар. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. Вы смотрели «Главные новости города. Время Кривбаса». В студии работала Наталья Болвинская. До встречи на главном телеканале города. Наталья Болвинская. Редактор субтитров А.Семкин